Нас тормозит завуч, возле которой стояли двое полицейских. Вот, эти подходят, забирайте. В смысле? Сказать, что мы не охренели, ничего не сказать. Майя Немной с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на Закатуна. Его новое видео называется «Меня забрали на опознание». На опознание чего? Там три точки, непонятно. Я попоешь! О, отличный трек. Ты попоешь! На закамене он был. Алло? Вроде бы как. Алло? С тобой все хорошо? Ну да, а что? Просто я видел, как тебя полиция увела куда-то. Переживаю, вдруг ролик не выйдет. Итак, больше двух минут прошло. Чуть красный. А, да там просто опознание было. Меня забрали, что... Погоди, Ютуб, это ты? Это Ютуб. Мы спалились. Спалили. Но у него все хорошо. О, гугл. Слава богу. Мирби, Дэшнав, Даби Крабик, ну, и Закатун. А что, они тоже пропали, Даби Крабики? Ну, я не знал, на самом деле. Вот то, что Мирби пропал, я знаю. Уже очень давно, на самом деле. Капец, время бежит так быстро. Давно Мирби не выпускал видосы, жалко. Давайте смотреть дальше видос. Это что? Что? Здесь клеймер. Не переживайте, со мной все нормально. Это произошло достаточно давно. До события того дня я вообще не мог предположить, что со мной когда-нибудь может такое произойти. Была зима. Учеба в самом разгаре. Тогда я уже учился в лицее. Мы с другом возвращались примерно на занятия. Вдруг нас тормозит завуч, возле которой стояли двое полицейских. Вот, эти подходят, забирайте. В смысле? Эти подходят. Сказать, что мы их охренели, ничего не сказать. Блин, это за мной. Как они узнали, что я ручку твою спер? Что? Ничего. Но нас тут решили успокоить, сообщив, что им нужно двое подростков для проведения опознания, один из которых будет подставным. Другой пойдет как понятой, то есть свидетель. Угадайте, кто стал понятым? Правильно, не я. Из меня решили сделать подставного зэка. Для тех, кто не пустит, что это за процедура такая, что ж. Тебя заводят и сажают возле Real Guns. Ни поставивка, ни условка, Real Prison им сули. Заводят жертву опознать, кто был обидчиком вчера. Но ты не трусь, не беспокойся, ты не кто, ты пустота. На кого она укажет, тот заложник и пойдет. Но если ты таким окажешься, отпустит, пусть живет. Короче, серьезная тема. Если она укажет на него, то, скорее всего, ей скажут, что, лже, лжеобвинение. Вроде бы мне пообещали, что ничего страшного не будет, если жертва укажет на меня. Подозреваемым я не стану. Но на душе все равно было неспокойно. А вдруг у них там планы горят? Нужно посадить кого-то срочно или еще что? За что взяли этого парня? Да, он смартфон стащил, прямо из салона. Да уж, гений. Ага, а самое странное то, что он даже не установил на него Raid Shadow Legends. Серьезно? Прикинь. Да он вообще в курсе, что это один из самых крутых как он мог изменить Raid Shadow Legends. Жесть, конечно. Но это очень интересно. Ну, посмотрим, что же все-таки было на опознании. А, бля, я поймал. Прошу, дайте поиграть. Кто-нибудь, дайте мобилку. Можете меня на пожизненный оставить. Поздно. Удачи. В Raid Shadow Legends играть вот так. Не вот так. Горизонтально в режиме. Эээ, они по-любому в контакте сидели. Ну, и я, как прирожденный актер, решил вжиться в роль. Какой срок мотаешь, браток? Ты на шконку ноги не ссать, а то упорашить же будешь. Грязной иглой портаки тебе набью. И не очко обычно губит, так одиннадцать титус. Здрасте. А я тут просто песенку вспомнил одну. Да, срил от меня садят подозреваемого. И смотря на него, я не совсем понимаю целесообразность данного мероприятия. Ибо, ну, у него на лице было написано Уголовник. А мы такие, ну, обычные. Было бы очень странно, если бы указали на нас. Волки позорные! Пустите меня, блядь! За себя не отвечаю, что за хрень тут творится! Куда вы меня ведете? Я... Класс. Слава богу, его увели. Жуткий тип. Ага. Жуткий тип. Наконец, немного погодя, заводят ее... Вот этот закатун. Обычная молодая девушка. Как мы узнали позже, у нее украли телефон прямо в подъезде своего дома. И по горячим следам вышли на этого парня. Да, в то время гоп-стоп вовсю процветал. У одного моего знакомого, например... Кстати, гоп-стоп, как я понимаю, меньше процветает, из-за того, что на айфонах есть система его отключения дистанционная. Вот с андроидами сложнее, андроиды намного легче. Вот с андроидами воровать... Не воруйте. Воровать плохо. Это, блин, уголовка, ребята. Например, вообще целая банда телефона отжала средь бела дня на территории лицея, используя машину и подставных людей. Кстати, тоже интересная история. В будущем, возможно, расскажу ее. Скажем, 200 тысяч лайков меня устроит. 200 тысяч лайков ставьте. Девушку проводят в середину комнаты и просят указать на негодяя, с которым она тогда пересеклась. Ну что, кого-нибудь узнаешь? Ты приглядись! Никто не кажется тебе подозрительным. Девушка очень долго сомневалась, что начала меня немного напрягать. Затем попросила показать всем свои руки на предмет татуировок. В итоге, тщательно осмотрев каждого из нас, она сказала, что человека, который украл мой телефон, среди них нет. А ведь я был почти на 100% уверен, что среди нас преступник. Укрепило мою веру и то, что все его пальцы были в татуировках, которые так хотела увидеть жертва. Я ушел оттуда с полным ощущением того, что девушка просто испугалась говорить в присутствии подозреваемого. И на свободу мог выйти виновный человек. Но я могу ошибаться. Дальнейшая судьба тех людей мне, увы, неизвестна. В отличие от... Ну хотя бы не убил... Они далеко не сразу вернулись на занятия, так как можно же было легально прогулять пару из них. Никто же не знает, сколько длится опознание. Это да. Друзья, минуточку внимания. Я тут созрел наконец-то до собственного мерча. Прикольно. Офигенский скетчбук. Скетчбук реально круто выглядит. Стенными страницами, на которых можно рисовать карандашами, фломастерами и даже красками. Партия пробная, поэтому количество... Вот это на самом деле прикольная штука. Скетчбук, кто-то рисует анимации. Я считаю, это офигенный мерч. Ству блокнотов ограничено. Мне будет безумно приятно, если один из них поселится у вас на полке или в рюкзаке. Но еще лучше, если с его помощью вы нарисуете много крутых рисунков. Круто. Приобрести скетчбук можно в нашем блогерском сообществе ТОП БРО. Ссылочку оставлю. Я все. А теперь финальные слова. Надо будет глянуть. Мораль сей истории такова. Даже не знаю. Все тренд. Будьте смелее во всех сферах жизни, но не безрассудными. А зло всегда будет наказано. Если не законом, то карма его точно настигнет. Эх, если бы карма работала на самом деле. Ни хренаж бы не работал. Уверены, сам знаю много примеров из жизни. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну вы и сами все знаете. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Пока. Пока-пока. На самом деле, если бы карма, блин, работала, карма ж, блин, ни хрена не работает. Сколько бывало случаев, сколько люди воровали, убивали, блин, некоторые просто сбегали со страны, или просто дальше продолжают воровать. Привет, Россия. Я не говорю про всю Россию, и россиян, если что. Надеюсь, те, кто понял, тот поймет. Но просто странно, что бывают люди, которые напрямую воруют, об этом все знают, но с ними ничего не происходит. Это страшно. Страшно жить в таком мире, когда ты понимаешь, что так у нас можно. И будет еще долго, я чувствую, можно. Наши страны в этом плане очень коррупционированы. И Украина, и Россия. Я думаю, хоть у нас там правительство меняется, в Украине тоже, я думаю, со мной коррупция все еще пока процветает. Не в таком, наверное, масштабе, но, наверное, все еще процветает. Надеюсь, все со временем изменится. Страшно все это. Страшно. Страшно особенно за людей, которые могут делать, реально там чуть ли не убивать, пытать людей, и до сих пор живы, здоровы с ними, все окей, они охрененно живут, радуются жизни. Типа всякие мафии. В разных странах есть разная мафия, есть русская мафия. Я, конечно, не шарю, какая она, и что они не делают, на той она и мафия. Но она везде есть, она работает подпольно. Вот страшно, конечно, что такие люди есть, ты можешь в любой момент на них наткнуться, или как-то им не угодить, не понравиться. И в итоге тебя никто больше не увидит. Карма, к сожалению, не работает. Иначе бы в мире не было бы зла. А так мир, на то он разноцветный. Все оттенки серого, все оттенки других цветов, много чего может произойти, но и многое хорошего. В нашем мире очень много классного, очень много позитивного. Не забывайте про это. Не вгоняйте вся депрессию после моих слов. Очень многое классного. На самом деле, то, что у меня, например, есть канал, то, что у меня есть вы, мои зрители, это очень круто. Я, на самом деле, не подозревал, что такое когда-либо произойдет. И мне очень приятно, что вы меня смотрите, вы на меня подписывайтесь, вы меня лайкайте, комментарии оставляйте. Мне это супер приятно. Надеюсь, так будет дальше. Спасибо вам большое. Я вам, правда, очень благодарен. Я не буду говорить, что я сам это достиг. Мне, правда, повезло. У меня было много других каналов, которых я вкладывал очень много сил. В этот канал я тоже вкладываю силы, но больше не творчество и креатив, а просто, знаете, рутина. У меня такая небольшая, не творческая, а рабочая рутина. Но если вам нравится, если вам нравится это смотреть, то я, конечно же, буду продолжать это делать, потому что, в принципе, в принципе, я в последнее время, мне даже нравилось, я начал любить записывать все реакции. Мне нравится обсуждать какие-то темы, просто говорить на камеру. Я, на самом деле, понемножку повышаю дикцию, немножко повышаю уровень речи. Надеюсь, она не настолько ужасна, как была в первых моих роликах. Можете сравнить. И голос мой стал вроде бы покруче. Надеюсь, так будет дальше. Спасибо, что, опять же, подписывается. Всех вас очень люблю. Знаете, что у меня есть промокод, майни до 100 долларов. Где-то он тут на экране. Всем удачи. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok